На компьютер я хочу записать. На самом деле больше слушать, поэтому я, наверное, даже двух выключу, чтобы никого не отвлекать. Я буду работать и параллельно слушать, как подкаст. Хорошо, ладно. На самом деле у нас сегодня нет конкретной, скажем так, кейса для обсуждения. Во-первых, мы хотели протестировать этот формат общения, потому что явно не хватает людям общения. Нам не хватает и не хватает тем, кто интересуется теми же задачами, над которыми мы работаем. Поэтому хотели протестировать формат общения, формат зума, формат записи и немножечко поговорить как тему для разговора про рок-конвертацию в DaVinci. Мы тут уже с Димой бьемся, сколько времени, пытаемся понять, какие лучшие настройки для рампа. На тени не спим, в буквальном смысле слова. Вообще рубимся просто по-черному, друг на друга наезжаем, потом друг к другу где-то самое, по головке кладем. Хотя казалось бы, да, забота о фотографах. Да, ну просто поддерживаем друг друга, скажем так, когда уже сильно расстраиваются. Кое-каким моментом пришли, вот то, что я сегодня выложил видео, кто-то посмотрел, не знаю, по поводу рампа. Да, уже прослушал. К сожалению, в дороге и на маленьком экране телефона, поэтому в детали не угадывался, но прослушал. И обязательно, конечно, потом уже на макбуке все это попытаюсь повторить. Давайте немножко вообще поговорим про то, насколько это дурацкая затея, да, конвертировать RAW-файлы в DaVinci. Дим, вот выступи, пожалуйста, что ты думаешь на эту тему. Я могу толкнуть речь. Во-первых, когда мы только начинали все это, да, то есть даже когда мы, в принципе, не планировали выпускать фото-версию DaVinci, то есть когда я от тебя, Паш, услышал о том, что вообще народ, в принципе, обрабатывает фотки в DaVinci, и это вообще возможно как явление, да, у меня такое было легкое недоумение. Ну, блин, ну как, во-первых, прога для другого, как бы для видео, и зачем это все нужно, как бы, вот. Ну, то есть зачем это было все нужно, это понятно, потому что Dihanser наращивал свои мускулы именно как OFX-плагин, и возможности обработки и фильтра, и настройки, там, и эффекты, и все остальное там появлялось, да, поскольку мы кинули все усилия на разработку видеоплагина, а десктоп у нас остался исключительно как такой подсобный инструмент, да, которым он, в общем-то, по большому счету все это время и был, да, вот. И какое-то такое собственное желание со своими фотографиями поработать, оно, конечно, было, но где-то на подсознании крутилось, что это какой-то, какой-то бред, какая-то ересь, вот. Тем не менее, тем не менее, Паша первым раскопал немного вот эту тему, расшевелил и разобрался, как вообще можно, в принципе, выстроить более-менее адекватный workflow с точки зрения обработки фоток в DaVinci. И оказалось, что, в общем-то, да, если адекватный компьютер и адекватного размера монитор, потому что на маленьких мониторах все-таки неудобно, да, вот, хотя можно и приспособиться, оказалось, что, в общем-то, можно работать вполне и даже обрабатывать многочисленные фотографии, то есть дело привычки, то есть мы, в общем-то, мы видали и похуже. Даже на твоем медленном компьютере? Даже на моем медленном компьютере, да, с 7-летней давности, но он, правда... Но с большим экраном. Он, правда, во-первых, с большим экраном, и, во-вторых, он с 7-летней давности, но прямо вот в топовом конфиге, то есть там хороший GPU, там память, все, SSD, все работает быстро, но, конечно, на фотках он тормозит, когда RAW туда загружаешь, да и видео. Это удивительная вещь, то, что он на видео как бы не тормозит, и даже на видео, когда я RAW-формат, RAW-формат видео... На видео тоже у меня тормозит. У меня мощный компьютер 19-го года, MacBook Pro, последняя версия. Вот у меня на видео, когда я, допустим, конвертирую RAW-файл с Redo или там с Alexa, у меня все окей. Но именно RAW-файл с фотографиями, ну да, действительно тормозит только, есть такая проблема. Ну вот, и, собственно говоря, и когда я это все попробовал и поковырялся, я понял, что, в общем-то, других-то вариантов на самом деле нет, то есть десктоп у нас остался как такая подсобная тулса, да, а все достижения прогресса-то они в плагине, вот, и хочешь-не хочешь, а приходится обрабатывать именно там, вот. У меня бесплатная DaVinci, и я вполне себе ограничен этими размерами, но поскольку я снимаю уже там последние, сколько, с 15-го года, да, последние 5 или 6 лет исключительно на пленку, ну, кроме каких-то рабочих, служебных необходимостей, да, ну, в общем, да, а на пленке скан – это превью исключительно, да, для того, чтобы там в соцсети выложить или друзьям показать, то размеры, вот это вот ограничение в виде максимального размера файла, там сколько, там, 3000 на 2000 примерно, да, оно меня нисколько не смущает, потому что все это время я собственные пленки сканировал в таком разрешении, да, и больше мне особо не нужно. Когда мне нужно большее качество, я там их печатаю оптически. Вот, то есть вот это ограничение оказалось совершенно незначимым, вот, как и все остальные. 20 на 30, ты же можешь с него напечатать? Ну, вполне, да. Да, то есть, как бы, а большее, ну, это редкая ситуация, когда нужно большее. Да у меня нет особо цифровых фотографий, таких вот, которые бы хотелось напечатать. Георгий, у него есть много цифровых фотографий. Я хотел пару комментариев, если можно. Давай, давай, да, конечно. По поводу того, что тормозит, это неудивительно, по идее. Потому что вы в какой битности снимаете видео, которое загружаете? Слушай, ну, Alexa камера, это профессиональная камера за кино, и она снимает, по-моему, Дим, сколько, 10 или 12 бит она снимает? Ну, 10 или 12, скорее всего, а фотокамера... Ну, стандарт, вообще, минимальная планка для полупрофессиональной даже аппаратуры, это 10 бит, вот, то есть, 8 это уже считается, уже, уже, ну... Наверное, по поводу 10 бит для Alexa, скорее всего, намного больше, 12 или 14, я думаю. Ну, скорее всего, да, по-моему, 14. Если уж, если уж Kinefinity мало снимает в 14, насколько я помню, да, то... Ну, это крутая камера, да. Да. Ну, нет, эта битность, она нужна для этого, для работы с логом, потому что он плоский. Не, я не к тому, сколько вообще много, сколько мало, а к тому, что, в принципе, объяснить, почему тормозят кампы, неудивительно, потому что нагружается в основном камень. А если, вот, ты говоришь, у тебя процессор... Если у тебя 7 лет компьютера, значит, процессор все-таки старенький, скорее всего. Ну, как, я могу сказать, какой процессор сейчас, один момент, даже интересно стало, потому что я обычно этим не интересуюсь, работает, а работает. У меня 3,5 ГГц Intel Core i7. Ну, тем не менее, 7 лет прошло. Просто к тому, что фотки при обработке, они больше нагружают именно... Больше. ...процессорные... Они шину данных нагружают, а шина медленная, даже если просто быстренько. Вот. А по поводу цифровых фоток, ну, в принципе, вот, я продал сейчас D850, с нее равки были по... Под 100 мегабайт могли быть спокойно. Если фотография шумная какая-нибудь, могли бы и 100 весить. Вот. Я не думаю, что один кадр... Ну, может быть, из самых-самых крутых, я просто не очень забираюсь именно в видео. Ну, если взять 8К, например, в раве... А по поводу того, что там в другом инструменте обрабатывать... Ну, это, конечно, такое типичное когнитивное искажение, когда вот есть какой-то инструмент, и люди не понимают, что можно импользоваться по-другому. Можешь решить с него задачу, абсолютно неважно, для чего он изначально придумывался. Многое что-то... Не, я тебе честно скажу, да, когда... Я уже не помню, в каком-то году был, наверное, году в 2009 или 2010, скорее, когда я впервые начал работать на МАКе с RPP, то меня ломало и корежило дольше и сильнее. Намного. Вот. То есть, тут труднее было намного, труднее было понимать логику, управлять и так далее. Вот. А когда ты, в том числе, и занимаешься разработкой всего этого, да, то есть, твой ребенок, ну, обкакался, значит, свое же детище-то. Это же как раз, как ходят на четвереньках, ну, знаешь, скоро будет бегать, там, когда деньги... RPP уже, конечно, ничего не страшно, как в армии. Кто в армии служил, тот в цирке не смеет. RPP освоил, и мы уже очень... Мы не зря мы считали армию людей, которые умеют работать в RPP, теперь они даже в Дайвинчу могут залезть. В чем угодно могут работать. Не, ну, история... Даже с автомастером дамяться. Колесо проходит свой оборот, все по спирали идет, как я писал мануал к RPP, и до сих пор им народ пользуется. Так сейчас я занимаюсь мануалом для... Как раз для нашего плагина. Очень надеюсь, что в ближайшие, там, 2-3 недели выйдет русская версия. И вот. И он будет полезен, безусловно, и фотографам, и тем, кто видео занимается. Вот. На самом деле мы прекрасно понимаем, что нам нужно делать IOS, в смысле, macOS-версию на полноценную, вместо текущей пре-альфа, да. Но это, на самом деле, достаточно длительный процесс, требует квалификации, времени. И вот, может быть, у нас появится человек, кто этим хочет заниматься. Но, готов, да, этим заниматься. Но это, как бы, понимаете, это может произойти, там, ну, грубо говоря, через полгода. А полгода, так, фотография, как обрабатывать. Поэтому мы, решение с плагином, с фотоплагином, оно, оно вот прямо сейчас, оно готово, его можно как-то и уже использовать. Мы решили его выпустить, выпустили, и на удивление, вы будете очень сильно удивляться, что вот у нас там 5 или 6 плагинов, я не помню, сколько продается, да, на нашем сайте. Но, реально, больше всего покупают именно про и именно фотоэдишн. Это, как бы, два топа. Ну, понятно, что про это основное, основные покупки. Причем фотографы покупают про многие. Потому что сегодня ты фотограф, а завтра тебе понадобится видео. То есть некоторые так рассуждают, у кого есть возможность, и, собственно, покупают. Ну, я так рассуждаю, да. Да, и, на самом деле, еще один такой момент есть. Я думаю, что, когда мы сделаем все-таки версию для, ну, уже такую современную версию для Макоса, скорее всего, мы все-таки дадим ее, эту лицензию, бесплатно, для тех, кто уже купил фотоэдишн, ну, чтобы... Потому что покупка фотоэдишн – это поддержка нас в определенной степени на текущем этапе. И, как бы, конечно, брать этих людей второй раз деньги, я думаю, это не очень корректно. Ну, и сумма там, наверное, будет примерно сопоставима. А, да, я думаю, сопоставима будет сумма, да. Кстати, никто к нам не просится в чат? Нет, я наблюдаю. Я вынес на отдельный манипул эту самую панельку с количеством пользователей. Ну, на всякий случай, чтобы нам никого не обделить. Нет, я как бы не думал, что будет много желающих. Я специально нигде особо не пиарил, просто чтобы мы между собой, ну, там, в узком кругу потренировались, общаться, да, вот в этом режиме, и потом уже сможем это на более широкую аудиторию экстраполировать. Вот здесь, я так понимаю, есть люди, которые... Вениамин у нас обрабатывает фотографии уже, пытается в... И печатает даже. Да. Да, да, и оформляет багет. И я прям жду, не дождусь, когда можно, будто опять живьем прийти. Кстати, в понедельник, я думаю, мы откроемся в каком-то режиме, там, типа, с масками и так далее, так что... Там просто я не уверен, что мы менеджера выведем по багету сразу же, но там клик, ну, клич киньте, когда вы готовы подъехать. Я думаю, мы... У нас там много клиентов, кто готов. В любое время готов. Я и живу, и работаю относительно недалеко, поэтому... Ну, может быть, мы тогда там на вторник, не знаю, тогда заориентируем, потому что у нас там несколько желающих было, кто хотел именно вот с живьем пообщаться. Вот. Сейчас мы не сможем каждый день ее выводить на работу, но какие-то не сможем. Это был офф топик. Вот. А, к сожалению, я вот именно сегодня заказал, если пленку надо, не ожидал, что его откроют все уже движение. Ну, нормально, завтра привезут. Ну, наверное. Я, кстати, не разобрался с тем, то есть они сказали, ну, на этой сайте написано, что если ты закупаешь пленку, тебе ее привозят, ты можешь отдать на проявку, да? Но ты можешь отдать на проявку, если у тебя уже есть готовая пленка. Это может быть. Да, да. Да, да, есть. Просто я вот не понял, оплачу это я как ее? Оплачу тебе счет выставят через интернет и оплатишь. В личном стене, на сайте будет кнопочка оплатить. Там знака, они оформят, тебе придет смс, и ты сможешь нажать кнопочку и оплатить. Вот, Андрей, ты вот у нас без звука, я смотрю, а ты пробовал сегодня этот самый DaVinci? То есть ты, я так понимаю, новый юзер, да, DaVinci? Да, ну, я там отдельно писал, я поставил DaVinci, поставил плагин, и, честно, был очень приятно удивлен, то есть у меня сходу так все пошло, получилось, то есть вообще класс. Ну, то есть, ну, скажем так, честно, я врубался в DaVinci, ну, ну, прежде чем я что-то смог начать делать, ну, недельку, наверное. Нет, я не говорю, что я там начал что-то делать, ну, такое осмысленное и относительно сложное. Ну, я взял, закинул фоточку в библиотеку, там, сконнектил ноды, выбрал там профиль, сделал экспорт, все. А ты по статье делал по нашей или нет? Нет, нет, просто запустилось. Просто инститивно. Ну, видимо, у тебя поведительский опыт такой, прошаренный. Ну, в целом, так, если брать все, то да, прошаренный, а конкретно с видеоредакторами, ну, я в Final Cut лет, там, пять назад, что-то монтировал пару роликов. Вот, не знаю, как это было. Горь, а ты не пытался делать? Что-что? Честно говоря, сегодня у меня руки не дошли. Я могу скриншот прислать, чем я сейчас занимаюсь, она очень не похожа на фотографию. Мне надо делать какие-то дела по основной работе. Да, сегодня тоже не получилось повозиться. Ну, вот, да, собственно, мы сегодня, ну, я выложил то, что мы с Димой обсуждали, как именно обрабатывать фотки. На самом деле мы поначалу, в общем-то, я даже сам поначалу RAW файлы обрабатывал. Вдруг сегодня выяснилось, что, ну, точнее, не сегодня, на днях, вот, за последние несколько дней мы там именно вот внутри своей команды там рубились с разными настройками, конвертировали одни и те же файлы и прислали друг другу результаты, да? И просто методом проб и ошибок обнаружили, что с RAW файлами это не работает корректно, да, Вич, на самом деле. Что имеется в виду RAW против DNG? Вот о чем речь. Что имеется в виду корректно не работает? То есть, как бы, DNG это тоже RAW, да? Но речь идет о нативных RAW, которые он поддерживает. Ну да, то есть, понятно, что он не как RAW-ы другие из камеры, из DSLR, нежели из видеокамеры. Знаете, я вам могу попытаться показать, даже сейчас, если расшарю экран. То есть, речь не о Fuji идет, а даже и о других производителях. Да, даже о других приложениях. Одну секундочку. Сейчас я должен просто открыть нужную папку. И тогда, наверное, смогу вам продемонстрировать, о чем идет речь. Так. Ну, конкретный пример, да, на котором станет понятно, почему это не очень корректно работает. Кстати, файл, с которым я выпустил видео, дал, любезно предоставил нам наш подписчик и читатель, который разрешил это все публиковать. Так, сейчас, секундочку. Давайте я вам расшарю видео. Заодно протестируем этот формат тоже. Вообще, если нужно, я могу накидать много RAW-ов старых разных и новых форматов из разных камер. Понятно, там, скорее всего, художественной ценности никакой, но, может быть, технически они там будут полезны. Ну, я думаю, что не помешает. Как минимум, да, посмотрим, что там и как. Так. Вот я начинаю шарить экран. Здесь у меня DaVinci открытый. Здесь мне DNG файл открыт, да? Сейчас к нему добавлю еще один файл. В закладке Edit как раз. У меня сейчас, правда, может слегка подтормаживать, потому что у меня на самом деле много чего запущено. Вот смотрите. У меня сейчас два файла. Я открываю их в закладке Color. Кстати, очень удобно прям сразу в закладку Edit перетаскивать из внешней программы. Это здорово работает. Свет, кстати, совпадает. Подтверждаю. Ага. Вот. То есть, вот это RAW файл, а это у нас DNG. Но DNG, по-моему, уже каким-то образом обработаны здесь. Да. Ну, не настроены. Просто накинуть на него гиганзерская нода. А вот CR2 файл, RAW файл, сейчас вам покажу, почему не работает. Вот, внимание, сначала DNG. То, что я сегодня показывал на лекции, на видео лекции. Мы в закладке Camera RAW слева можем выбрать формат, присвоить, да, нашему RAW файлу какой-то формат. Световое пространство, правильно будет сказать, и гамму. По умолчанию, в принципе, нужно присваивать гамму, сейчас я отключу плагин. Вот. По умолчанию нужно присваивать REC 709 световое пространство и гамму sRGB, потому что это фотография. Я так и делаю. Это как бы правильно. На самом деле, тут есть важный момент такой, что в этом случае вот на первую ноду мы получаем уже сконвертированное в более узкое пространство исходно широкий материал. И дальше, что бы мы здесь не делали, там, дехансер, или пускай даже не дехансер, какие-то это будут колеса цветовые, круги, ой, кривые, то они будут прикладываться к узкому пространству. Поэтому тот способ, который я предлагаю в видео, в уроке, на самом деле, во-первых, я хочу сказать, что этот способ работает, то есть так можно делать. Конвертировать в REC 709 sRGB и дальше обрабатывать. Это нормальный подход, особенно если не очень высококонтрастная сцена. Но как только мы начинаем работать с высококонтрастной сцены и всякими сложными условиями освещения, то здесь уже лучше перейти в широкое пространство. В данном случае у нас выбор небольшой. P3, D60, там будет сложновато с ним работать. Blackmagic дизайн оптимально. И уже после этого деконвертировать этот формат, например, с помощью D-Hancer. Вот здесь вот мы указываем, собственно говоря, так. Ага, вот с того они кто-то ведут. Здесь мы указываем то же самое пространство во входном формате плагина. И тогда все, что мы делаем, например, баланс белого, мы его делаем в этой ноде всегда, в этой ноде и в закладочке вот здесь вот внизу. Вот здесь вот мы делаем. Это во второй закладке. И мы баланс белого применяем к широкому пространству. Ну, правда, баланс белого лучше вообще применять к исходному файлу. Кро. Вот здесь вот. Но там, допустим, кривая, или что-то еще, чтобы мы тут не дернули, мы здесь работаем широким пространством. Но видим мы при этом уже итоговый результат, который вот в последней ноде. Мы можем добавить еще одну ноду, Command, Alt, S, это будет кнопочка. Вот. В ней что-то сделать? Но обязательно до. То есть, Dehaster всегда последняя нода. Это важно. Тут я могу показать, как с масками работать. Тоже все очень интересно. Вот. То есть, видим мы итоговый результат, а работ... Ну, как бы, обрабатываем при этом широкое пространство. Это плюс. Так вот, возвращая, я ушел далеко мыслью, но я знаю, куда вернуться. Это все не работает в CR2. Вот в чем проблема в RAW файле. Потому что, если мы здесь выберем вот установки, которые нам позволяют работать с RAW файлом, и вот здесь мы выберем широкое пространство, ничего не произойдет. Понимаете? Это баг. То есть, вот здесь мы, что бы мы ни выбрали, мы в CRNOR работаем с REC 709 и похоже, что SRGB. Мы даже не знаем точно, с чем мы работаем. Потому что мы, что бы мы ни выбрали, здесь SRGB, гамма 2.2, неважно что, все равно картинка не меняется. Это, в общем-то, напрямую указывает о том, что работа с RAW файлом, она с Рым, она некорректная. И поэтому, конечно, оптимально перевести все в это NG, и дальше у нас будет уже возможность как бы выбрать, работать с узким пространством, с REC 709 и с RGB, или работать с широким пространством, в данном случае Blackmagic Design нам больше подходит. Это уже наш выбор. Так, перестаю шарить. Понятно, да, моя мысль? Да. Павел, а может ли быть такое, что это баг именно CR2 файла, то есть, что это Кэмновского RAW файла баг, вот что на NG не будет. Мы пытались открывать, с ними такая же проблема. Нет, смотрите, я поправлю Пашу немножко. Во-первых, Олимпусы напрямую не открываются в DaVinci, только в виде DNG, да. Вот, у меня подозрение, что поддержка Кэмновского RAW CR2, потому что мне, например, неизвестно, какие еще RAW поддерживаются напрямую, да. Вот, не слышал я ни от одного человека, чтобы что-то, кроме Кэмнона, обрабатывали напрямую. Ну, вот я обрабатывал, например, вот фотку с диваном, наверное, может быть, помните, как бы я выкладывал, я как раз купил когда эту лицензию, вот, и вот я туда загружал именно Neve с D700. Ага. Вот, я даже не думал там ни при каких, это просто REC 709 выбрал, и все, и, кстати говоря, файл сохранился в Antec пространстве, то есть там вообще не проставлено было, но тем не менее Photoshop его абсолютно нормально показал, и абсолютно полное совпадение было, вот, ну. Ну, в общем, у меня есть подозрение, что поддержка вот этих вот Rav'ов нативная, она некая такая, очень условная, да, потому что все-таки, все-таки DaVinci это не Rav-конвертер, да, и он не обязан держать базу всех форматов и всех профилей и так далее, потому что, например, любой вообще фотоконвертер Rav'ов для всех поддерживаемых камер, если это нормальный конвертер человеческий, в нем содержатся профили для интерпретации файлов с каждой конкретной камеры, да, то есть аналогично тому, как мы, например, делаем поддержку камер в нашем плагине, поддержку кинокамер в первую очередь, да, то есть мы эти профили строим, мы их настраиваем, да, мы их пытаемся сделать и технически корректными, и эстетически, вот, то же самое происходит с нормальными Rav-конвертерами, да, то есть у каждой камеры есть свои особенности, свои особенности цветопередачи, свои особенности контраста, там, свои особенные байеры всякие, да, там, как фуджевский байер хитрый, там, или сигмовский фавион, там, или еще что-то, да, то есть демозаик, он под каждую камеру тоже настраивается персонально, вот, поэтому, поскольку DaVinci это не Rav-конвертер, там вот этой всей замороченной поддержки нет, они сделали нормальную, человеческую, хорошую поддержку ДНГ, а дальше, кому надо, берет адобовский конвертер и получает, в общем-то, надежный, хороший, нормальный, абсолютно адекватный по цвету результат. И, кстати, сказать, мы сравнивали как раз не так давно, не далее, чем вчера, с Пашей, довольно сложный файлик, может быть, я потом тоже расшарю экран, его покажу. Да, это очень интересный момент, да. Да, может быть, чуть попозже, именно тот файл, на котором даже RPP, если не прибегать к untagget моду, да, если кто пользовался RPP, знает, что такое untagget в нем, да, когда отключается как раз вот этот вот профиль конверсионный. Вот, то есть цвет становится абстрактным, но тем не менее решаются некоторые проблемы. Вот, и RPP с этим файлом нормально не справляется. А DaVinci в сочетании с DeHancer вполне себе, как бы, но для этого, опять же, нужно выбирать цветовое пространство и гамму Blackmagic, как Паша показывал. Тут еще такой момент есть интересный, что, пока говорил, мысль вылетела, уже с другой зацепился. важный же момент. Да, 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 сейчас, сейчас, по поводу так, Blackmagic, ой, ладно, давайте, я сейчас вспомню, скажу. Ты сейчас тут просто говорил, я начал вспоминать и забыл. я говорил про сложный файл, на котором RPP не смог. Да. в RPP не открывались фотографии с фавиона. А, во-первых, я хочу сказать, что вот, мы тут разговаривали, Георгий прислал нам файл с камеры Nikon Z6, я его уже успел открыть в DaVinci и аналогичным образом провести с ним манипуляции. не работает, то есть точно так же не работает. Это к ответу Владимиру, да, с таких камер мы пробовали, вот только что попробовали с Nikon. В пайплайне, пайплайн это такое слово, которое используется в кино, очень активно, оно очень, на самом деле, удобное. Ну, это же типа workflow обозначает, да, но только с точки зрения настроек цветовых, то есть такой workflow в color grading. Это пайплайн, да. Пайплайн это, на мой взгляд, как бы некие рельсы, да, по которым обычно движется какая-нибудь профессиональная сфера. Трубопровод. Это, грубо говоря, смотрите, я вам предложил вариант с конвертацией через широкое пространство Blackmagic и обозначил, что есть вариант через узкое пространство. Это просто два разных пайплайна. Ну, я-то для себя выбираю такой пайплайн. С узкое пространство тоже работает вполне себе, но, как бы, есть всякие но. Мы с Димой на одном файле не смогли добиться от Blackmagic дизайна такой же цветов, как через Rec.709, но в большинстве случаев все-таки... Вот, я хочу объяснить, да, в чем, собственно, нюанс, отличие между Rec.709 и srgb, как мы догадываемся, потому что можно, конечно, почитать 3000-страничный мануал к да винчи, а он реально 3000 страниц, вот, и попытаться найти там эту информацию, надо это сделать, будет рано или поздно, вот, но тем не менее, мне, например, сходу было непонятно, да, почему такая разница, но мы догадываемся, что Rec.709 и гамма srgb обеспечивает, во-первых, контраст адекватный тем данным, которые изначально заложены в RAV, да, поскольку и сенсор, и обвязка сенсора, и ACP, и все, что там над ACP, то есть вся цепочка, которая проходит RAV в фотокамере, прежде чем записаться на флешку, там вся эта цепочка, он, она адаптирована под srgb пространство в первую очередь, как некий стандарт для фотоизображения, да, в камерах во многих есть вариант настройки Adobe RGB, да, но по своей гамме, если не брать чисто цветовой охват, да, эти пространства достаточно близкие, именно по контрасту, ну, то есть есть Adobe RGB там вот такого размера, да, есть srgb вот с таким гамутом, в котором какие-то яркие насыщенные цвета обрезаются или компрессируются, вот, а Blackmagic, это похоже на untarget mode в RPP, или может быть, потому что сам формат Blackmagic Design Film, это некий такой, ну, логографический формат, тупсеплогографический, на самом деле. Ну, я подозреваю, что там просто вообще вся обработка, которая накладывается на RAV-данные, вот, на Bayer, да, то есть Blackmagic Design, это без DeBuyer картинка, то есть картинка с DeBuyer и больше без всего остального, вот, без какого-то там процессинга с помощью профилей, да, с помощью матричных преобразований цвета, да, почему, собственно, в таких случаях может цвет плавать, да, когда мы выбираем этот формат, цвет может уходить, вот, но, тем не менее, он при адекватной настройке, как вот в вашем видео, в принципе, никаких особых таких вот косяков, которые можно вот пальцем ткнуть и сказать, ааа, вот тут вот не тот цвет, особо их нет, они есть для очень придирчивого насмотренного глаза, вот, поэтому метод годный и его можно всем рекомендовать. Да, значит, у меня такое предложение, есть какие-то вопросы, мы можем попытаться на них сейчас скромулировать ответы и вообще, если есть вопросы глобальные, может быть, мы возьмем на заметку для какого-то следующего там видео, да, чтобы мы сами разобрались и изложили. появился вопрос такой в отношении профилей, есть некое скучание по этому техник ауэр, ту-стрип и фри-стрип, вот, ожидается ли на самом деле я могу показать секрет, как очень быстро заметить это в DaVinci. Ну да, я знал, что это в DaVinci можно, я думал, что вдруг вы там думаете, ну, какой-нибудь профилек более, так сказать, может быть, даже лучше, чем про PP сделать. Ну, кстати, как ни странно, у нас когда Chrome 64 получился лучше, хотя хотя мы его сделали, ну, честно говоря, на коленах. Довна и палок, важно называть вещи своими именами. Да, когда Chrome очень крутой, мне очень понравился. Ну, вот удивительно, это на реальном материале сделан, просто этот материал, как бы, он, грубо говоря, не нами был снят, вот, и мы не знаем, как ему доверять, то есть он, в принципе, почти штат балды, но по факту, по факту получилось действительно очень неплохо и точно лучше, чем все, что я видел. Вот, мы знаем, как сделать прям реально, еще точно, точнее, вот, для этого нужно купить мишень, которая была снята, там, в 50-е годы на специальную, ну, собственно, эту пленку, именно мишень, такая мишень стоит, что-то там, 800 евро, и она, по-моему, закончилась, ее больше нет, где, вот, мы как-то, у нас руки не дойдут, Подожди, сейчас у народа, у владельцев этой мишени деньги-то подкончатся, они начнут продавать, за нее надо, то есть, вполне возможно. Да, то есть, раньше нас стоило 400 евро, ну, как бы, каждый раз, что-то есть куча задач, на которые нужно, там, тратить деньги, и все, никак руки не дойдут, но, я думаю, что мы и доберемся, рано или поздно, до хрома, А что касается техникалора, то на самом деле, это же не совсем пленка, это же процесс. Ну, да, да, ага. Двухцветный техникалор, это, соответственно, на две черно-белые пленки, через специальные фильтры, а трехцветный на три пленки. Есть, кстати, чуваки, как они называются, Дим, не помнишь, Color Lab, или что мне, не Color Lab, а какие-то, перцы, которые, типа, цифровую камеру, Blackmagic Design 6K, они ее, каким-то образом, перенастроили, какие-то фильтры оттуда вытащили, какие-то вставили, не знаю, в общем, они ее переконструировали, и у них, типа, прям в цифре сразу снимается техникалор, якобы. Вот. Что-то слышал, но не помню. Вот у меня сейчас нет ссылки под рукой, к сожалению, надо поискать эту информацию. Вот. И у них нельзя купить это решение, ты можешь их заказать на съемочную площадку этих чуваков. Подожди, а они разве не из трех матриц это реально делали? Я не знаю, Дим, может быть, из трех матриц, я не знаю, это вот надо, они никак не... На самом деле, я вот могу сказать, как человек, который занимался непосредственно, например, профилем Прокудин-Горский. Ну, это одно и то же, по сути. По сути, да, это цветоразделение с помощью съемки каждого из каналов цветовых, каждой из цветовых составляющих на отдельный носитель, да, только в... Только Прокудин-Горский снимал три негатива через красный, зеленый и синий фильтры, а техникалор использует в качестве так называемого фильтра, да, пленку, которая лежит одна под другой, да, то есть, потому что, если бы там было... Как техникалор устроен чисто технически, да, там стоит призма, которая разделяет на два пучка. Один зеленый сразу идет на пленку через фильтр, на отдельную, а красный и синий идут в другую сторону, и дальше сверху лежит слой, по-моему, красный, да, красный, синий. А под ним лежит пленка, которая чувствительна к синему слою. Они лежат, эмульсии подложка к подложке, по-моему. Да, то есть, свет проходит через пленку насквозь, соответственно, эта пленка, она сама по себе работает, как красный фильтр, ну, как кто снимал в Red Scale технологии, да, когда пленка в катушке переворачивается наизнанку, снимается через пленку, как бы наизнанку, да, получается красное изображение. Вот, примерно та же самая фигня происходит в технологии техникалор, да, то есть, на синий слой попадает сквозь красную пленку, на черно-белую пленку чувствительную, очувствленную, то есть, сенсибилизированную к синему цвету. Вот, то есть, как бы синий там тоже не совсем полноценный, да, поэтому у нее... передача с особенностями, то есть, если тот же Прокудин-Горский, он прям просто четко цветной, да, и цвет там правильный, там нет особо искажений цвета, да, то есть, нельзя сказать, был синий, там стал красный, был цвет кожи, стал цвет неизвестно чего, да, вот, а в техникалории, все-таки отклонения, они довольно выражены и есть, если смотреть на картину. Ну, в этом как бы и прелесть существует, да. Там рожи, например, там поросячьи, довольно-таки, вот, в принципе, у нас есть кое-какие задумки, как это можно реализовать, но пока мы до этого не добрались. На самом деле, на текущий момент Прокудин-Горский, профиль Прокудин-Горского, это максимально близкий к техникалору. К третьему, да, получается? А? Ну, к третьему, получается, к трехканальному, да. К трехканальному, да. Техникалор 2-стрип у нас, мне кажется, тут надо подумать, как это именно аналогово сымитировать, это вот такая тоже, ну, в общем, руки еще пока не доходили. Честно говоря, техникалор 2-стрип... Там проблема в том, что если имитация профиля Прокудина-Горского, она, в принципе, не сильно требовательна к эмульсиям, да, то есть мы просто берем современную эмульсию с более-менее равномерным там спектром, да, то есть то, к чему чисто технически стремился сам Прокудин-Горский, да, он же поливал собственную эмульсию и придумывал собственную сенсибилизацию, да, чтобы у него пленка покрывала весь спектр, ему нужен. Вот. А в техникалоре используется специфическая пленка, которая сенсибилизирована к синему спектру. И к какой части этого синего спектра она сенсибилизирована, неизвестно, да, доподлинно. То есть можно, конечно, читать там всякие даташиты, но стопроцентно повторить эту технологию без соответствующих фотоматериалов не получится. Получится только попробовать что-то близкое сделать. Ну, в общем, эта задача такая, сильно нетривиальная. Исследовательская. Да, исследовательская. То есть не то, что мы знали, как это сделать, просто руки доходили. Тут надо именно изучить. Да нет, мы знаем, как это сделать, да, и призма, и даташиты, понятные пленки есть, просто это заморока такая с кучей неизвестных, да, а поскольку куча неизвестных, Неизвестные не дают возможности знать процесс уже точно. Он будет ответвляться по ходу, и это нужно провести много заявок. А вообще, честно скажу, хочется спросить, а нужен ли вообще народу именно техникалор-то, да, потому что... Хороший теорий. Ну, на мой взгляд, вообще, к техникалору по картинке довольно близки старые вижены. Ты имеешь в виду трехцветного техникалора? Да, да, вот по моему по моему разумению всяких там 80-х годов, когда Истман перестал, а начался вижен, вот, вот первые вижены, они в принципе, они на... Кодекс же, в общем-то, он не менял своих взглядов на эстетику цвета, да, то есть они немножечко там постепенно осовремениваются, да, там выравнивается цвет, уменьшается земно, но становится шире динамический диапазон, то есть они в основном технические задачи решают, а эстетический подход, он все еще вот то массивное наследие этих миллиардов долларов, вложенных в разработку всей этой эстетики, вот, ну, глупо было бы их просто взять, профукать, да, то есть как бы и пленки, они наследуют те достижения, которые были, собственно, и до этого, то есть ничего нового не придумано, и тот же техникалор, там, с 30-х годов, там, смотришь унесенных ветром, например, прекрасное качество, да, картинки. Видишь, какая фишка, то, что техникалор 2 стрип, 3 стрип, он несовершенен, и этим он несовершенен, конечно, а техникалор 2 стрип еще менее совершенен, и он еще тем более крут, понимаешь, поэтому мы хотим, но 2 стрип мы с тобой знаем, как делается в DaVinci, вот, это несложно, это можно погуглить, на самом деле есть это все, вот, и технология несложная, а 3 стрип, ну, может быть, что-нибудь когда-нибудь получится имитировать, но вопрос интересный. Короче, эта задача еще сложнее, чем сымитировать К64. Да, скажем, понятно, а здесь, потому что К64 есть отснятый материал, реальный, физический, он немножечко подсел за эти годы, но я думаю, что мы там с нашим опытом сможем его грамотно интерпретировать, вот, я имею в виду, что сама пленка, скорее всего, она там, пожелтела, там, еще что-то с ней случилось, хотя, с другой стороны, у меня вот есть моя личная коллекция кодохромов, я часть коллекции я купил в Америке, а часть коллекции я нашел в Ливане, в заброшенном доме, вот, с хорошим качеством, и там было 3000 слайдов примерно, и я 50, 60, 70 из них отобрал, потому что я сначала хотел все забрать, во-первых, там было очень много не кодохрома, во-вторых, все, что было кодохром, было очень много странных сюжетов, и поэтому я просто отбирал там красивых девушек и прочие там машинки, вот, и отобрал себе там, ну, просто на месте сидел, поповырялся, вот, и казалось бы, что эти фотографии, они уже там, ну, им лет, не знаю, 40, наверное, 50, а они все в прекрасном качестве, то есть, когда хром как-то не очень сильно даже стареет, честно говоря, это удивительно. Не, ну, мы с тобой, во-первых, мы с тобой не знаем, каким он был там 40 лет назад, да, с другой стороны, потому что тогда сканеров-то не было, соответственно, доподлинные, можно спросить только у дедушек и бабушек, да, а какими вы эти слайды видели там в молодости, но поскольку в молодости трава была зеленее, вот, то тоже непонятно, очень субъективно. Так, какие-то еще вопросы есть? Ну, я вот частично получил, скажем так, для себя ответ на некоторые вопросы, почему действительно DaVinci интерпретирует трав по-другому, чем десктопная версия, то есть я, я знал почему, да, что там разные движки используются, но теперь вот потихонечку я уже с вашей помощью нащупываю практически какие-то выходы, как, собственно, вот обходить эту разницу, потому что иногда действительно просто хочется повторить то, что уже получалось в десктопе, а причем действительно у DaVinci в результате получается даже лучше, хотя пока у меня на это просто уходит больше времени, чем в десктопе, поэтому я пока для себя наметил так, по старым архивам цифровым пробегаешь с десктопом, ну, просто потому, что это быстрее с точки зрения интерфейса и меньше тормозит мой MacBook Air, вот, а уже потом что-то отобрано, выбрано, пытаюсь повторить и превзойти в DaVinci, ну, для себя пока что-то получается. Вы, в принципе, выбрали путь джедая, так что тут уже отступать некуда. Дим, может быть, покажешь интересный экран? Да, да, сейчас, значит, так, где тут это делается, сейчас найду, пока Дима ищет, я еще по-русски. Паш, где шарит свой экран? Я забыл. А, все, вижу, большую зеленую кнопку. Уже начал, готов шарить уже, или еще пока нет? А, подожди, ты запретил шаринг экранов как хост, он мне говорит. Да, нет, не запрещал. Вот он мне пишет, когда я жму на кнопку, говорит, хост дисейбл, скрин шаринг для участников. Кто бы еще знал, как это можно настроить? Ты меня можешь промолчить в хосты. Так, назвался хостом разрешай шаринг. Да, да, да. Можешь меня в списке участников запромолчить в хосты, там, вторым хостом, и у меня будет шаринг. А можно на картинке просто там справа сверху в углу такая синенькая кнопочка. Да, 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 тремя точками. Три точки. Что там? Там можно сделать, наверное, мейк хост на каком-нибудь человеке. Ну, я сделал хостом, я не... Вот написано, теперь Дмитрий и организатором. А, то есть теперь ты дидим организатором, поэтому у нас скоро закончится, видимо. И потом меня не забудешь? Не, не закончится. Тот, кто начинал, где карточку получали, там ее и переоформили. А, понял. Ты тогда потом на меня хост перекинешь, или я сам могу на себя перекинуть? Не важно. А, все, я понял. Я на тебя перекину, да. Да, правильно. Окей, значит, сейчас будем тогда шариться. Всем ли видно мой экран? Да, да, Всем ли видно мой да Винчи? Да, с гитаристом, да. Прекрасно. Так, сейчас я этих сверну участников. Вот. Да, значит, это тестовый файл, который со мной живет уже много лет, уже, наверное, лет лет 8 или 9, и он очень показателен в том плане, что что здесь сложная информация. Во-первых, это ISO 3200, во-вторых, это дважды кроп олимпус. Ну, хотя для такой камеры, в общем, для дважды кропа, нормальная картинка на ISO 3200. Вот. И плюс здесь сложная ситуация для цифры в принципе, потому что есть засветка, есть насыщенный очень цвет вокруг этих прожекторов, потому что вот у нас сейчас этот файл, он без интерпретации, то есть это просто сырой с приложенным профилем Blackmagic Design, да, если мы приложим вот REC 709 с srgb, да, будет более-менее понятно, еще вот экспозицию вернем вновь, будет более-менее понятно, что за проблемы вообще вызывает этот файл для обработки. Вот. Всем видно, да, вот это все. Вот весь вот этот вот трэш, который происходит. Причем, если мы возьмем, например, сейчас мы доберемся как-нибудь до него. Осталось только вспомнить, где он у нас был. Сейчас. Это он у меня был. А я его сейчас открою прямо в RPP как последний, да. Вот мы открываем RPP, мы берем последний файл. Да. Вот. Вот мы берем по умолчанию. Да, у нас все сброшено в умолчании, и у RPP еще хуже ситуация, да, намного. Вот. Вот это все. Это связано с тем, что у некоторых каналов есть клиппинг, а у некоторых каналов нет. то есть информация в одном канале заканчивается раньше, вот на вот этом градиенте, чем заканчивается информация в другом канале, да. И эта ситуация, она, если не прикладывать каких-то серьезных алгоритмов и усилий, она будет создавать проблему, да. Вот в RPP есть режим RAV, то есть untagget. Если его включить, то файл становится весьма похож на то, что дает Da Vinci в режиме Blackmagic дизайна, да. Ну, единственное, что здесь экспозиция другая, да, и насыщенность отличается, да, и баланс белого. В принципе, я могу сбросить баланс белого вот в S-Shot, вот, и стало довольно похоже. Согласны, да? Вот. Особенно, если подогнать экспозицию вот здесь вот под цвета повыше, да, вот мы смотрим здесь по wave-форме, да, и подгоняем, то, в общем-то, ситуация похожая. Вот. Но это такой сложный файл. Значит, поэтому на данном файле очень хорошо тестировать, как вообще работает цветовое преобразование в DaVinci. Если мы возьмем типичную ноду Color Space Transform, да, я сейчас чуть-чуть залезаю в дебри, да, но вы это воспринимайте как такое слегка на будущее, да, у нас есть собственные профили в в D-Hancer, да, входящие для работы с камерами, и есть типичный инструмент, встроенный в DaVinci, у них тоже есть свои профили камер, вот, и вот у них там тот же Blackmagic Design, Blackmagic Design Film. И вот если мы посмотрим, как будет работать... У тебя нода отключена. Да, отключена. Вот, если мы посмотрим, как работает их интерпретация, да, то она тоже далека от чего-то нормального. Она, во-первых, перенасыщенная жутко, вот, и во-вторых, ну, здесь можно, в принципе... Дим, знаешь, делает хорошую, очень важная вещь, это тон-мэппинг метод, выбери там luminosity, luminance mapping, да, вот. Ну, вот, вот. И в целом ситуация поправилась, но как бы чисто технически, конечно, есть какие-то нюансы, например, вот этот фиолетовый в волосах, да, который, ну, там, не все так просто, не все так хорошо, да. Если мы возьмем, например, интерпретацию средствами Дихансера, я сейчас отключу все, что не касается обработки дополнительной, да, вот сейчас у нас включено... сейчас, да, и пленочный профиль отключаем. Вот, вот у нас, собственно, сейчас мы видим то, как интерпретирует наш собственный профиль, да, и он, в общем-то, достаточно насыщенный, он отражает характерный цвет этих насыщенных прожекторов, да, потому что они реально красные были, да, вот, и при этом вот, вот все, что касается вот этого участка, вот этой ультрафиолетовой лампы, оно, в общем-то, тоже неплохо. Вот, если это сравнить, например, там, с интерпретацией Blackmagic дизайна, да, то она, на мой взгляд, она куда менее готовая для... Ну, там оранжевый цвет, не красный. Он оранжевый, он не красный, да, то есть он, может быть, он под какую-то обработку, но тем не менее, много-много шумов, черный, не черный, даже если мы не будем использовать Luminance Mapping, да, то это некая картинка, с которой непонятно, что делать, она не эстетичная. Слушай, а нажми вместе с Luminance Mapping, нажми галочку Highlights Recovery, интересно, как она сработает. Здесь, на этой картинке, в принципе, даже если мы Color Space Transform отключим, Highlights Recovery обламывается. Да, он обламывается, Потому что очень сложная ситуация, поэтому я этот файлик берегу, как Зенит Суока, потому что им можно сломать что угодно, даже RPP, даже Da Vinci. Вот, поэтому Highlight Recovery здесь ему очень тяжело, ситуация нетипичная. Я, кстати, здесь просто три канала выбито одновременно, поэтому... Причем их выбитость начинается с разных мест. Она геометрическая в разном выбитое. Да, она геометрическая, вот мы как раз по этому Highlight Recovery мы можем примерно установить границы, на которых каждый из каналов выбит, да, вот один здесь заканчивается, другой здесь заканчивается, там, и так далее. Вот, поэтому в данном случае Highlight Recovery не работает. Ну, кстати, я все-таки хочу маленькое дополнение сделать, что галочка Highlight Recovery работает, ну, в большинстве случаев она работает, кроме вот таких вот очень сложных, поэтому я рекомендую ее обычно нажимать, но вот иногда, вот как мы сейчас тут видим, да, это может глюкануть. Ну вот, а подо всякими, например, там, ходохромами, недавно упомянутыми, картинка получается весьма-весьма неплохая, на самом деле. Качество шаринга подкачивается. А? Качество шаринга немножко подводит нас, у меня все в квадратике. А. Ну, контрастность понятна, да. Ну, может быть, да, вот если еще баланс белого там подправить, у меня все тяжело очень работает, вот, то есть можно получить такую прямо эстетичную, ну да, мне чем нравится, в случае Da Vinci и Black Magic Designer с широкого пространства, мы как бы в два клика получаем, это вообще в принципе чем крут вот плагин наш, без ложной скромности, потому что ты в два клика получаешь очень приличный результат, который ты можешь, если тебе нужно, ты можешь его доделать, вот, то есть тебе не нужно, ты приступаешь сразу к творчеству, а не к борьбе. Вот у нас можно включить там до, сейчас все сработает, у меня почему-то стал сильно тормозить компьютер. Я тебе научу Диму параллельный ноду делать, Alt L, очень удобно сравнивать это сравнение. Да, вот, значит, сейчас, вот у нас было до D-Hancer, да, вот у нас стало после D-Hancer, вот, то есть плавность сохранилась, и при этом картинка стала такая довольно пленочная, я вот помню, у меня лежит на, я сейчас закончу шаринг, мы с проблемой разобрались, вот, у меня лежит на диске несколько концертов, по-моему, два концерта Квинов, снятые на пленку, в блюреях, вот, и там очень хорошо можно, так, нам еще один присоединяется участник, я добавил, Роман, welcome, присоединяется, но уже ближе к концу, так, и, Паша, я тебе передаю полномочия, передал, вот, и, собственно говоря, и там прям видно, насколько пленка забарывает цифру в таких сложных ситуациях, когда яркий разноцветный свет вот этих софитов, когда все на грани вылетания, и, ну, до какого-то момента цифра вообще в таких ситуациях никак не справлялась в принципе, особенно там во встроенный жпег, вот, а сейчас уже теперь все можно. Так, какие еще есть интересные вопросы для сегодняшнего обсуждения? У меня вопрос про TheHancer, который десктопный, но, на самом деле, он такой общий, наверное. Когда Дмитрий, собственно, показывал, как он подготавливает фотографию для покраски в DaVinci, я практически делаю сейчас то же самое, только, соответственно, у меня вместо DaVinci и RPP покраска происходит не в плагине, а в десктопном приложении. Вот, и я что-то подумал, я выгружаю сейчас в SRGB, но в Тифе. Может, стоит также в лабе выгружать, потому что вот сам TheHancer, он на каком этапе в SRGB себя конвертирует? А у Дихансера рабочее пространство, оно все равно и шире, чем лаб, и шире, чем SRGB. А, то есть, имеет смысл лаб загружать? Ну, можно попробовать. На самом деле, тут поможет только эксперимент. Лаб, лабовский файл мы просто не откроем, по-моему. Почему? Не откроем? Ну, я не знаю, не могу сказать, я в Дихансере десктопе уже не был давно. Георгий, тебе как очень продвинутому чуваку, просто вот надо найти 10 минут времени и попробовать все это в DaVinci. У меня будет не 10 минут, у меня будет 2 недели. Мы скоро улетаем на Чукотку, нас там поместят на карантин на 2 недели. И мы, ну, там будет выбора 2, либо спица, либо свой DaVinci. Я поставлю свой DaVinci. Первый вариант тоже неплохой, на самом деле. Я уже пробовал. Надо чуть новенькое. Понятно. Слушай, ну, ты просто, мне кажется, немножко пугаешься, твой уровень подготовки технический, да, ты разберешься за 10 минут реально с этим. Тем более, уже есть материалы. Если бы, когда я разбирался, были эти материалы, которые мы сейчас написали, я бы это все сделал очень быстро. Но тогда не было. Просто ключевые преимущества пытаюсь понять. Ну, понятно, что как у плагина. Все будет неудобно, но по качеству, я думаю, ты... Да, меня вообще не пугает. А к тому, что плагин, он более функциональный, это понятно. То есть, там есть то же зерно, тот же холейшн. Но чисто вот в плане самой конвертации, просто настолько привык к RPP, меня настолько удобно там отслеживать. Ну, вот я обожаю там, например, зону адамса. Одно другому не мешает. туда можно тифы класть после RPP спокойно. Мы на самом деле сами фанаты RPP, но в принципе, когда вот я лично для себя нащупал Blackmagic дизайн широкое пространство BMD для конвертации, для меня, в принципе, уже преимущество RPP, наверное, пока не остается. Но я тоже, естественно, много-много лет только в RPP все проявлял. И если сейчас с ножом горло пристать и сказать, что чувак, выбираю, это убьем, какой из рок-конвертеров ты используешь, кроме DaVinci, я, конечно, скажу, что RPP. Но вот с DaVinci... Ну, Capture One еще хороший. До сих пор они вот не сдаются после RPP. Они в чем-то даже его опережают, потому что вот эта картинка, она в Capture One нормально открывается сразу, причем еще с нормальным цветом. Вот. То есть Capture One они могут, и они прям вот этот цвет они берегут. Это не Adobe, у которого все было плохо, и все и есть плохо с цветом. Они как-то стремятся. Поэтому, в общем-то, у нас два кандидата еще. Я хочу именно попробовать пройтись вот с ДНГ файлами от и до. Потому что, понимаешь, тут такая ситуация, может быть, даже не самая гибкая конвертация ДНГ в DaVinci, но очень настолько гибкий сам инструментарий DaVinci, что ты немножечко его освоив, начинаешь такие фокусы творить, такие вещи делать, что ну ты просто там очень сложно возвращаться в РПП, даже в Photoshop, то есть инструментов в Photoshop просто нет. Объективно, как мне показалось, DaVinci, во-первых, у них абсолютно адекватная интерпретация ДНГ, да, адекватная по демозаику, там хороший демозаик, нормальный, там хороший баланс между шумами и детализацией, то есть если РПП, например, он все-таки, да, вот надо признать, что он, хоть и он очень детальный, но он все-таки грубоватый, шероховатый такой, да, по фактуре, ну то есть те, кто снимают на пленку, они этого не боятся, да, но все же иногда в каких-то ситуациях бывает, что он грубоватый, вот, а в DaVinci все гладко, хорошо, и все детали, они на месте, но тем не менее никто не отменяет такого пайплайна или воркфлу, да, при котором можно засунуть в DaVinci тот же TIFF без всяких проблем, 16-битный, крутить его, но у меня есть подозрение, что работать с ДНГ будет удобней, потому что настройка фотографии с помощью плагина и с помощью плагина, там без разницы, Dihanser, не Dihanser, очень удобно в какой-то момент что-нибудь подкрутить из Рава, потому что возвращаясь при обработке в DaVinci так вот устроено в нем все, и он к этому располагает, он располагает к регулярному возвращению к исходнику, да, чего-нибудь там поддергать, например, там, в Раве баланс белого дернуть, там, или экспозицию, или может там чуть-чуть пошевелить highlights, вот, поэтому ДНГ он гибкий, и по цвету, если брать сложный, реально сложную ситуацию, да, вот как тот концертный кадр с гитаристом, то RPP-то с ним справляется только в антагет режиме или с профилем бета-RGB, а это значит кривой цвет, соответственно, принципиальные разницы, что мы будем иметь абстрактный цвет из RPP в Тифе, да, что мы будем иметь абстрактный цвет с Blackmagic профилем, да, с Blackmagic пространством, при том, что работать будет проще и гибче, вот мое мнение. Ну, на самом деле, тут такой момент еще важный хочу давать, что вот DaVinci, во-первых, в первый момент баланс белого, баланс белого в RAW файле поправить или же с наложенными инструментами будет по-разному, всегда лучше баланс белого поправить в RAW файле, понятно. И в позицию тоже. В позицию тоже, да. Второй момент, DaVinci, она очень прикольная тем, что она предлагает тебе путь от зада наперед, то есть ты в DaVinci всегда сначала прикладываешь итоговую как бы конвертацию в более широкое пространство, в нормальное, точнее, в более узкое, нормальное контрастное, с видом. И если, допустим, это, то есть вот когда гредит кино, то лук прикладывают, как правило, в конце. Ну, то есть тот примерно сужение, да, всех цветов, цифры, богатые, широкий, богатый, широкий цветовой охват сужается в охват там пленки или какого-то лука там, какого-то, это же может быть просто, не знаю, ЧБ там, да, это может быть какая-то сепия, это может быть 23 техниколом, то есть мы сужаем наше широкое количество цветов к более узкому набору сводим. Вот, это называется лук. Лук надо прикладывать, Паша, заворачивать в марлю и прикладывать к больному месту. Как говорит нетрадиционная медицина. Вот, но то есть до венчи, как бы весь грейдинг построен на том, что мы берем исходный сырой файл, это может быть RAW файл, это может быть LOG файл, но в любом случае он будет малоконтрастный, вялый и так далее. Мы к нему сразу прикладываем конвертацию в нормальное контрастное пространство, он разгоняется по контрасту, там тени проваливаются, цвета вылетают, это вообще кино никого не волнует, вообще, потому что все прекрасно понимают, что мы сейчас сделали финальную ноду и потом пойдем в обратном направлении и придем к тому, что что-то будем вправить в RAW файле. Но в самой последней очереди будет происходить. Ну вот, на самом деле, они уже в самом конце. Я по опыту обработки фотографий, то есть у Паши больше обработка, больше опыта с видео по красам, чем у меня, у меня с видео практически нет опыта, потому что тяжеловато на моем компьютере с этим работать, да? А вот с фото, я много фоток покрутил, там, не знаю, несколько десятков, может даже до сотни, да? И могу сказать, что действительно работа в Da Vinci, она такая, туда-сюда, обратно, то есть там накинул какой-то профиль, оказалось, что мало экспозиции, посмотрел на ВМ-форму, там провалились тени, стали там в полочку, да, там, или света. Вот, и это заметно, это плохо для сюжета, значит, ты топаешь обратно в экспозицию в RAW и чуть-чуть там подправляешь экспозицию в RAW, пока не уйдет вот это все. Но благо оно как бы по интерфейсу все в одном, экран большой позволяет, то этот процесс, он такой, бесшовный, да, то есть это не какие-то мучения, да, а это нормальное, нормальное, естественное, вот туда-обратно. Поменял профиль, там, подстроил экспант, точку черного и белого, да, там, увидел, что нет, у нас это на стадии исходника завалено, вернулся к исходнику, потягал исходник, вот, то есть ничего такого и процесс довольно быстрый, на самом деле. Если сравнить с фотошопом, то это было бы примерно так, как если бы мы сначала накинули самый верхний слой, например, это был бы лут какой-нибудь, да, лат, который и увеличивает контраст, и цвета меняет, а под ним, ну, то есть мы там применили лат, и у нас там очень контрастно все, и очень все вылетело. То есть до него, до этого верхнего слоя добавляем еще один слой, и начинаем на нем что-то там вытягивать, но только в фотошопе это все работает через одно место, скажем так, потому что целочисленная математика, и в принципе там нет возможности, чтобы у тебя нижним слоем лежал RAW, или есть, Дим, кстати, я не знаю. В фотошопе может быть? Нет, фотошоп до сих пор не может иметь RAW в качестве исходного материала такого, как смарт-объект, да, не бывает такого. Для этого есть Lightroom, я уже, наверное, Lightroom как-то продавать. Вот для этого есть Lightroom. А в фотошопе внизу может лежать только битмап. Понятно. Ну, значит, Lightroom. Ну, Lightroom, ой, слушай, я вообще не представляю, как с ним работать такой кривой инструмент. Ну, нет, да хрен с ним, что он кривой. Он, он, во-первых, он быстрый, да, даже, даже на старых компах, но, но что толку, если в нем отвратительный цвет до сих пор? Там не просто там не просто тратительный цвет, там любой инструмент, любой, контраст, с позиции, любой, ты трогаешь чуть-чуть, и просто все улетает еще хуже. Открываешь плохо, и каждое движение все хуже и хуже, это просто кошмар. То есть, там настолько неправильно работают все яркостно-контрастные и цветовые преобразования, настолько это инструменты антианалоговые и антиэстетичные, что я не знаю, как люди работают. Ты понимаешь, Паш, на самом деле показатель того, насколько плохой инструмент Lightroom, это то, насколько хороши продажи у всяких WSCO-пресетов. Ну, кстати, да. Да, с помощью которых народ пытается на самом-то деле не, даже не имитировать пленку, чаще всего, а просто компенсировать или замаскировать вот этим вот пленочным луком-пресетом, да, замаскировать то, простите, говно, которое делает с цветом Lightroom. Потому что без вот этого наложенного сверху какого-то соуса, да, вот эта протухшая рыба и кушать вообще невозможно. Вот, с соусом она еще как-то более-менее там можно поморщиться и проглотить это, да, сказать, о, это мы типа под пленку обработали, хотя на самом деле нифига не под пленку. Я думаю, что те, кто здесь присутствует, они все-таки вряд ли адепты Lightroom. Не, ну, как тебе сказать, я сам в Lightroom очень долгое время работал, тяжело было, но, ну, вариантов-то особо не было. Понятно. особенно, когда у тебя много-много фотографий, там, тысяча фотографий, например, да, вот пойди ты поработай с тысячей фотографий, ну, даже в RPP, это, я знаю, что это возможно и что многие так работают, да, но, вот, это процесс односторонний, да, ты движешься по цепочке линейно, от начала и к концу и никак уже не вернешься обратно, это такое, необратимость некая в этом есть. Вот, так что по поводу, наверное, можно нашу сегодняшнюю встречу потихонечку закруглить, вот, разговором о том, как обрабатывать сразу много фотографий DaVinci, я хочу сказать, что это по логике сделано крайне удобно, по логике, но по техническим возможностям компа, конечно, это тяжело, потому что, почему по логике хорошо это сделано и удобно? DaVinci программа для работы с видео, это всегда монтаж, то есть нарезка большого количества сюжетов. Этих файлов нарезанных может быть, ну вот смотрите, даже на короткометражном фильме, 12-минутном, это порядка там 100. Вот, если это большой фильм, полный метр, то это понятно, что это там тысячи, наверное, тысячи и больше нарезанных кусочков. И каждый из них нужно свести по цвету друг с другом, сделать, когда меняется сюжет, меняется освещение, меняется настроение, сделать соответствующие покрасы для разных сюжетно-важных сцен, ну, например, там романтическая сцена в одном цвете, да, там боевая сцена в другом и так далее, и так далее. При одном освещении, при другом, при третьем, то есть вырабатывается некоторое количество луков, они разные, но они друг с другом согласованы все. тебе нужно... Тысяча сцен, Паша, это примерно как пятая часть хорошей свадебной фотосессии. Тысяча клипов, я имею в виду, тысяча клипов. Ну да. Нет, это я так. Это меньше, чем, да. Особенно, когда идет частая очень нарезка, когда у тебя одна сцена с кучей камер снимается, это все вот так нарезается, в общем, и быстро меняется фокус съемки. Вот. В общем, я хочу сказать, что Da Vinci изначально ориентирована на то, чтобы колористу нужно покрасить целостно и красиво очень большое количество разных сцен, да, то есть для процесса это не так важно, это у нас видеоклип или это фотография, это одно и то же, по сути. Просто фотография это видеоклип, состоящий из одного фрейма и все. Вот. И, конечно, в этом плане Da Vinci очень удобно сделано. То есть перенос покрасов, согласование, сравнение инструмента. Вот у меня есть, сейчас вам покажу, например, да, вот панель Da Vinci, здесь есть кнопочка. Кнопочка называется Play Steel. Вот, может быть, видите здесь, Play Steel. Вот, с этой кнопочкой просто ты проигрываешь обработку одного файла на другом. Причем проигрываешь так, что у тебя экран пополам. Одно справа то, что ты обрабатываешь, а слева то, на что ты ориентируешься, свой референс. Вот. И все инструменты, вот именно целостной, эстетичной обработки огромного количества файлов Da Vinci продуманы, но очень круто. То есть это прям реально очень удобно, и это прям кайф. Но технически, когда я загружаю, ну вот мой комп MacBook Pro с 16 гигами памяти 19-го года, ну, начинает взлетать, наверное, в файлах на 30. Вот. Ну, то есть 20 еще там, 25 он как-то тянет, но 30 уже начинает реально взлетать. Поэтому получается, что большое количество файлов в настоящее время нужно обрамотать частями, но не получается сразу все загрузить. К сожалению. Нет, там можно какие-нибудь для них прокси построить, но все равно. Ну, вообще надо изучать, да, виничная бесконечная программа, то есть 3000 страниц мануала, это, конечно, говорящая цифра. Вот. Применительных фотографий как это. Кстати, я не знаю ни одного человека, наверное, хотя, ну, который дочитал его до конца. Да, мы общаемся с хорошими, ну, с большим количеством колористов, именно киношников, включая некоторых, ну, действительно топовых колористов, то есть людей с именами, которые красят там, ну, большую часть российского кино современного, и рекламы, и музыкальных клипов, и, как бы, я не знаю ни одного человека, кто бы знал да Винчи до конца, кто бы мог сказать, я знаю да Винчи. То есть, все равно все друг у друга спрашивают, а как сделать это, как сделать это, и все равно все вопросы заканчиваются, почитай мануал. Не, и все равно там кому-нибудь, там ничего-нибудь из этого да Винчи, в принципе, не нужно, и никогда не понадобится. Да, то есть, я к тому, что, возможно, что можно, как-то да, с проксями там подумать, и изучить, может быть, можно настроить его, но я думаю, что мы быстрее десктоп напишем заново. Павел, а тут, кстати, такой еще вопрос интересный по поводу лагов, вот это меня просто заинтересовало. А вы конвертируете файлы в ProRes? Видео? Да. да. А, понятно. Что? Ну, просто если не ProRes, то понятно, почему тормозит, по крайней мере, потому что все, что не ProRes, оно как бы хуже на Mac, короче, работает, чем ProRes. Ну, потому что ProRes, это почти... Маковская. Почти формат, который не требует расшифровки, а все остальные кодеки, это, ну, переконвертация на лету, понятно. Вот. На самом деле, ну, кстати, по поводу ProRes, если с видео работать, то даже для загрузки на YouTube рекомендуется ProRes файл делать, потому что YouTube сам конвертнет, сам все лишнее уберет, но как бы лучше в ProRes, конечно. Вот. Ну что? Роман у нас ни слова не сказал, послушал. Может быть, есть какой-то вопрос? У меня вопрос только, как Fujifilm подружить с D-Hancer, получается, трансфорный. А, Тиф? Больной вопрос. У меня тоже больной, потому что я привез много материала из Японии, который я хотел бы покрутить, конечно, в... Не, ну, в этот, в калориметрик гамме, в RPP, а, хотя RPP же с ним тоже нормально не работает. Я хоть не знаю, почему, не работает нормально? по моим ощущениям, мне Capture One больше нравится. По крайней мере, я не такой хороший знаток цвета, я просто смотрю то, что выдает RPP, то, что выдает Capture One, и, наверное, процентов в 60-70 случаев я оставляю то, что выдал Capture One. Я попробовал RPP, понял, что что-то у меня не складывается с ним отношение, и забил. В общем, в Capture One, насколько я помню, если у них до сих пор осталась эта фишка, у них был выбор контрастной кривой. Там прям выпадающее меню было, там, medium контраст, normal контраст и linear. Да. Вот linear, если выбрать, это вроде бы как максимально плоский файл получится. И он оптимален для работы в деханции? Да. То есть баланс белого мы выставляем, некий нормальный, для текущей сцены. Ставим этот контраст linear и как-то пытаемся его крутить. Я, на самом деле, мы очень долгое время до того, как занялись плагином, у нас специфика дехансера и деградера, который был до дехансера, была в том, что он может, должен работать с любым вообще материалом. То есть мы берем там жпекс утюга, да, загружаем туда, и он из него делает, как бы, эстетичную картинку. Вот. И, в общем-то, отчасти пленка это все терпит. Даже если туда загрузить жпек, достаточно узкий, и включить там галочку аналог рейндж-лимитер, которая позволяет не терять, даже при самой контрастной обработке, не терять до упора света и тени, да, и аккуратно работать с точкой черного и белого, то, в общем-то, все будет хорошо. Даже с жпеком. Вот, например, Леша Юрченко жпеги многочисленные, обработал уже и в десктопе, и в плагине. Ну, человек не хочет там снимать враве на айфоне, да, то есть неохота с этим заморачиваться. И все хорошо, и жпегов у него прекрасная эстетичная картинка получается. Кстати, насчет зря он, что в айфон врав не снимает, я недавно смотрел, писал об этом даже, там очень сильно битнес режется. Да там даже не битнес, там вот у меня, например, на седьмом айфоне после пятого я заметил, что у них какой-то совершенно процессинг пошел некрасивый. Причем такая вот поволока желто-зеленая, с которой даже дехансер ее до конца не убирает. Но тем не менее, в сложной ситуации, если ничего невозможно подсунуть другого, то в принципе даже из жпега можно картинку получить нормально. Это вот к вопросу о фудже. И всякой экзотике или какой-нибудь там фавион, который плохо конвертируется. Если резюмирую, то фудже пока что мы проявляем максимально линейно. Возможно даже максимально линейный и контраст разгоняем средствами либо Дехансера, либо Довинча. Либо лифт гамма гейн. Я имею в виду средства Довинча. На самом деле лифт гамма гейн это просто конкретные формы кривых, которые повторяются на колесах. Это конкретные рычажки, да, они управляют кривой скорее всего. Да, они управляют кривой, но просто это очень удобно делать колес. Если у вас нет панели, то это проще кривой делать. На мой взгляд проще кривой. Вообще, конечно, я не знаю, насколько интересен для фотографов весь дополнительный инструментарий DaVinci, потому что там же бешеные возможности по маскированию, именно по работе с светом, с контрастом. Там же есть кривые, там есть не только которые работают с яркостными каналами, но и там Hue против Hue, Hue против Saturation и так далее, и так далее. Это же тоже там достаточно много. Потом Кейн. Да, взять, осветлить красные, например. Там же это членовый миксер, который на лету можно, там вообще бесконечные возможности. Я даже не знаю, когда-нибудь мы их изучим все или нет. Но там в общем может быть тоже иметь смысл над тем что-нибудь порассказывать людям. Может быть. Но здесь я бы плясал от каких-то конкретных практических случаев. А, да. И вот в этом смысле наверное хочется слушать наших пользователей, фотографов. у кого там что-то какая-то ситуация, какой-то специфический сюжет, да, вот с которым ну не получается никак справиться. Да, вот такие случаи надо смотреть на самом деле. Собственно говоря, вот файл, который я сегодня рассмотрел в качестве примера в видео, ну, это как раз был случай, когда человек мне в личку написал, что он не может справиться, у него не получается вытащить хороший цвет, как бы. И вот с этим файлом я стал возиться и испытывать разные варианты и отобрал оптимальные, потом мы с Димой их критически подвергли эти подходы критическому взгляду, выработали там новые, сфоректировали и так далее. То есть всегда, конечно, лучше идти, да, в пользу. Поэтому присылайте, если какие-то будут разночтения сложностей и непонятки, шлите исходники. Будем вместе крутить, разбираться. Ну ладно, если вопросов нет, предлагаю уложиться в обозначенные полтора часа, как раз остается три минуты. Да, я думаю, что это полтора часа максимум или час это оптимальный формат для таких встреч. Если есть какие-то вопросы, пишите там в чате, чтобы мы тоже со своей стороны какие-то постарались материалы подготовить и подумать. Я думаю, что мы ведем в какую-то там, в некую регулярность эти встречи. Попробуем. Андрей? Дело полезное. Дело полезное, да. Спасибо вам за участие всем. Вам спасибо. Спасибо большое. Очень было интересно. Да, на связи тогда, формируйте вопросы, будем еще созваниваться и готовить разным материалом. Да, всем спасибо. Пока. Спасибо. До свидания. Пока-пока всем. Спасибо, всем пока. А как запись остановить по субтитры, субтитры,